Масштабных праздничных мероприятий сегодня в украинской столице нет из-за угрозы ракетных ударов. Спокойно ли сейчас в столице, узнаем у нашего корреспондента Егора Бабака. Он с нами на прямой связи. Егор, добрый вечер. Расскажи, как киевляне сегодня отмечают День независимости. И, собственно, поздравляем тебя с этим праздником. Спасибо, Павел. Спасибо, Андрей. Пользуясь случаем, также хочу поздравить вас с Днем независимости. Есть, конечно, одна особенность. Немножко неспокойно проходит. Прямо сейчас вы, наверное, можете слышать сигнал воздушной тревоги. Это уже седьмой раз он звучит в столице. Однако, все-таки, это не особо влияет на атмосферу самого праздника. Хочу объяснить. Для начала, вместо обычного парада сегодня проходит парад военной техники. Это российская военная техника. На этих танках и бронетранспортерах оккупанты хотели захватить наши земли. Однако, вооруженные силы Украины благополучно превратили их в обычный металлолом. Также, месседж тут очевидный. По словам президента Украины, только в таком виде российская техника может проехать по Крещатику. Люди, очевидно, с этим согласны. Очень много людей пришло на Майдан независимости, на саму улицу Крещатик. Все фотографируются с этой техникой, оставляют памятные надписи. Также, этот день независимости преподает еще и на шестой месяц со дня полномасштабного втажения России в Украину. 24 февраля. Уже полгода, как вся страна объединилась в борьбе с общим врагом и объединила вокруг себя весь цивилизованный мир. Однако, для большинства людей масштабные военные действия в Украине стали абсолютной неожиданностью. Как и то, что боевые активные действия продолжаются до сих пор. Прошу послушать прямую речь. Я не верил, что будет такая полномасштабная война. Я думал, это больше угрозы, бряцание оружием. Но до такого масштабного конфликта не дойдет. Я не думала, что война затянется так надолго. Думала, максимум полгода. В конце этого лета она закончится. Но сейчас, я так понимаю, это еще будет очень долго. Я надеюсь, что война закончится в течение года. То есть, чтобы уже следующей весной мы будем радоваться. Не упустим это время. Хотелось, чтобы нам больше помогли, чтобы скорее уже все закончилось и зажили бы своей счастливой жизнью, которая у нас была до войны. Перед самим Днем Независимости президент Украины, а также наши спецслужбы и правоохранительные органы предупреждали всех украинцев о повышенной опасности. А также рекомендовали ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Хочу еще раз напомнить. Вот буквально только что прозвучал один сигнал. После включения сразу же безымвыкрытие. Как того требует правило. Также в связи с повышенной опасностью массовых мероприятий в городе не проводили. Однако были более такие камерные и более душевные мероприятия. Например, Владимир Зеленский с первой леди Еленой Зеленской. Сначала почтили память героев Небесной Сотни. После этого посетили церемонию в память защитников нашего государства, которые погибли в русско-украинской войне. Они возложили цветы к стене в памяти недалеко от Михайловского Золотоверхового собора. А уже ближе к полудню первые лица посетили Софиевский храм. Там прошла молитва за Украину. Желали как можно скорейшего наступления мира сил украинскому народу, которая обязательно поможет выстоять во времена тяжелых испытаний, которые сейчас переживает наш народ. Я в свою очередь присоединяюсь к этим словам. И сейчас у меня вся информация, коллеги. Еще раз с Днем Независимости. Передаю вам слово. Спасибо, Егор. С Днем Независимости. Это был наш корреспондент Егор Бабак, который рассказал о том, как киевляне сегодня празднуют День Независимости. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова